Привет, друзья! Меня зовут Джиллав Анатолий Быков и я продолжаю делиться тем, как у меня идут дела в разработке игровой клавиатуры. Итак, все, что у меня осталось от клавиатуры HyperX AlloFPS, вы видите прямо в этом видео. То есть я полностью разобрал, выпаял все свечи, снял все кейкапы, также выпаял все светодиоды, которые были в каждом свече. Все это время заняло очень много у меня, но под конец пайки я уже научился это делать намного быстрее и эффективнее. Итак, что же я делал дальше? Вы помните, наверное, то видео, если смотрели, когда я лепил примерную первую модель раскладки, удобной, эргономичной, из пластилина. Собственно, если вы не видели, вы можете найти это видео на моем канале и посмотреть, как расположены кнопочки пластилиновые. В итоге сейчас я просто взял и на эти пластилиновые штучки поставил сами свечи. И что я обнаружил, с какими теперь проблемами я столкнулся? Проблема такая, что сами свечи имеют большой размер. То есть они имеют размер 15.6 мм, ну почти 16 мм такой квадратик. Когда же я делал пластилиновые модели, у меня кнопочки были намного меньше и стояли плотнее. В итоге сейчас кнопочки чуть-чуть побольше. Это минус, небольшой минус, но это минус, то, что свечи такие большие. В итоге, что я решил? Я решил, что, возможно, в будущем я смогу менять свечи. Потому что, если посмотреть, вы видите, да, вот свеч, а вот здесь вот сверху есть такое отверстие. Вот посередке должно быть видно. Вот оно просвечивается, аж палец видно. Вот в это отверстие вставлялся светодиод. Если бы производитель делал эти свечи без светодиодов, то, смотрите, вот эти вот буквально 3 мм сверху было бы меньше. То есть свечи были бы намного компактнее. И, в принципе, я, если захочу, я могу их модернизировать и сделать еще короче. Но пока я еще не решил, что с ними делать, может быть, мне будет и так удобно, если я просто свечи ставлю вплотную. Может быть, тоже палец будет дотягиваться до четырех кнопок. Вот, без перемещения руки. Также я еще обратил внимание на свечи и заметил, что по краям свечи имеют такие вот бордюрочки. Видите, вот здесь с краю, вот здесь тоже с краю бордюрочки. Вот, и их тоже можно сточить. И это еще уменьшит с каждой стороны по миллиметру. Еще свеч будет компактнее. В итоге, почему выводу я пока не пришел к конкретному, да, сейчас. Вот, ну, я понял, что над этим надо подумать. И это первая задача, вот, о которой нужно подумать и решить, что делать дальше. Менять, утачивать свечи, укорачивать их или оставлять как есть. Но для этого мне надо время, чтобы проверить, насколько это экономично, если, допустим, чуть-чуть будет шире, да. У меня из пластилиновых форм получилось чуть-чуть компактнее, ну, наверное, на миллиметров 5. Вот, а из-за того, что свечи имеют такой размер по 16 миллиметров, вот это вот расстояние, оно вышло чуть-чуть побольше. В итоге я сейчас уделю этому время и покликаю, посмотрю, достает ли палец. Вот, и нет. Но сейчас я вижу, что достает. В принципе, можно оставить и так. Вот, я тут нажимаю, я тут нажимаю, я тут нажимаю, и тут нажимаю, и тут нажимаю. Палец тоже достает. Ну, эту задачу я ставлю на потом. Какая еще проблема я столкнулась? Я столкнулся с такой проблемой, что, смотрите, я одеваю кейкап. Один, да? Одеваю второй кейкап, а он мешается. То есть, я не могу одевать второй, потому что кейкапы тоже большие. Видите, они имеют такую конусную форму, и в итоге я принял решение, что я буду обрезать кейкапы, найду оптимальный способ для их обрезки, чтобы они были все маленькими, чтобы они все помещались. То есть, кейкапы все придется обрезать, потому что это очень огромные кейкапы, и я не понимаю, зачем производители делают клавиатуру с такими огромными кейкапами. Вот, в итоге кейкапы тоже нужно будет обрезать, вот, чтобы они помещались. Ну, и так давайте немножко посмотрим, что у меня получилось, да? Я, видите, разложил все свечи по всем кнопочкам, где стояли пластилиновые кнопочки. Единственное, я вот эту вот штуку, вот эту вот, под вертикальной кнопки, я ее сдвинул, то, что уже просто не помещалось, и так примерно налепил свечи, примерно. А не как, как было из пластилиновых. Ну, в итоге получается такая штука. Вот сейчас тут тоже сниму. Вот стоят пальцы. Вот я это и так нажимаю вертикально, большим пальцем. Правой я нажимаю вот сюда. Это будет еще одна кнопка. Вот так, вот так. Здесь сюда могу переставлять, сюда могу переставлять, вот, вперед. Ну, пока без кейкапов, поэтому кое-где я просто промахиваюсь и не попадаю, да? Но если будут стоять кейкапы, как надо, да? Давайте его поставим просто для примера. Вот если стоит кейкап, я просто вот буду нажимать, да, сюда или сюда. Вот. В принципе, здесь все удобное. Давайте проверим все-таки, достает ли мой палец без смещения руки по всем четырем кнопкам. Как это у меня было в первом видео, где я из пластилина одним пальцем доставал до всех четырех кнопок без перемещения. Ну, вот тоже наденем кейкапик на последний. Итак, я нажимаю сюда, тут, естественно, достаю. Третий тоже, конечно, достану. И вот четвертый. Ну, видите, чуть-чуть, но в принципе достаю, да? Просто свитч большой, а так вот, если вот-вот расслабленная рука, ставлю сюда, 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 тоже достаю. То есть, даже, несмотря на то, что свитчи такие большие, имеют такой квадрат по 16 мм, если их плотно поставить, это тоже оптимально намного лучше, чем было раньше. То есть, я одним пальцем достаю по всем кнопочкам. Если я, допустим, еще сделаю свитчи короче по размерам, то я свободно буду доставать ее до последней кнопочки, да? Опять же, сами кейкапы имеют определенную форму, видите, они скошенные. Если на последний ставить скошенный кейкап, то так будет удобнее, да, нажимать. То есть, не обязательно туда на весь палец ложить. Ну, и другие пальцы давайте тоже быстренько посмотрим. Тоже все достается. Вот, здесь тоже все работает. То есть, все нормально, что-то мизинцы тоже. Теперь самое интересное. Вот эти кнопки, артикальные, которые вот с этой и вот сюда. Здесь, конечно, у меня они сейчас плохо расположены. Я понял, что вот эти надо еще выше располагать и под наклоном, потому что, ну, я первый раз так леплю именно прям свитчи на пластилин. Поэтому тут надо еще переставлять и подбирать более оптимально. Ну, собственно, вот такие дела. В итоге, теперь мои две задачи предстоит. Это обрезать все кейкапы. Сначала вымерить, какой размер нужно. Ну, естественно, размер будет, наверное, миллиметров 14 квадратик, либо 15. Ну, 15, чтобы они тогда будут тереться, если близко друг к другу, наверное, миллиметров 14. Вот, и еще обмозгую, что делать с кейкапами. Ой, со свечами. Потому что, в принципе, их можно тоже укоротить. Сточить эти вот бордюрчики по миллиметру. Это еще компактнее будет. А если посчитать, тут 2 миллиметра, тут 2 миллиметра, это уже сколько миллиметров получается, да? 4, и тут 2 миллиметра. То есть, это уже расстояние сузится на 6 миллиметров. Поэтому, если я стачу просто вот эти вот уголочки, везде по миллиметру рубаются. Поэтому это тоже, в принципе, нормальное решение. В общем, это следующая задача, которую предстоит мне выполнить. Ну, и буду уже дальше тоже расставлять по-новому, более точно, чтобы более удобно было. Вот, и все, чтобы было максимально эргономично по руке. А на этом все, друзья. С вами был Толебыков. Джилав. Всем пока.